Ученики 10 класса Орехвозуйской 20 школы торопятся к библиотеке. Уже две недели в учебном заведении идет сбор макулатуры. Для Ивана Акимова копить и сдавать ненужную бумагу стало делом привычным. В акции участвует не первый год. В этом году вместе с одноклассниками планируют занять в школе первое место по собранным килограммам. Скажи, сколько раз уже переносил сюда макулатуру? Три раза. Из дома? Да, из дома все. На дачу собирали с родителями всякие газеты, что оставалось. Один раз целый час искали по всяким ящикам, что какие-то ненужные тетрадки или газеты. Даже из прошлых классов отдавал тетради. Макулатуру на переработку приносят все классы. Не остаются в стороне даже малыши. В прошлом году школа стала победителем округа, за что ученикам были вручены саженцы сибирских кедров, которые скоро высадят на территории школы. В этом году ребята планируют повторить результат. Азарт, хорошо знакомый пионерам, передается и молодому поколению. Дети очень часто приходят и спрашивают. Бабушки, дедушки им рассказывают. Родители тогда в пионерские времена принимали участие. Они им рассказывают, что сдавали макулатуру. И дети стали приходить и спрашивать, а будем ли мы сдавать макулатуру? Как раз поступило предложение от Министерства экологии в Подмосковье. Мы решили на него откликнуться. Вы знаете, честно говоря, успех был ошеломляющий. За первую акцию было собрано порядка полутора тонн макулатуры. Самых активных участников эко-марафона в этом году ждет денежное поощрение. Ученики 20-й школы собранные средства потратят на помощь бойцам спецоперации. Итоги акции будут подведены 16 мая, когда волонтеры Подмосковья проведут организованный сбор. Пункт приема макулатуры развернут на площадке у Аквилона с 10 до 14 часов. За крупными партиями бумаги свыше полутонны машина приедет сама. Продолжение следует...